И всем транспортным средством разрешено движение только направо, со стороны правого бока и спины движения всех транспортных средств запрещено пешеходам, разрешено переходить в прежнюю часть за спиной регулировщика. Пиздец, вот как это выучить? Короче, я сестре потом позвоню, она мне в стихах там как-то это учится. Понятно, билет по-любому надо будет решать на одну ошибку, 5 дополнительных вопросов на эту же тему. Это да, поэтому нужно выучить все, чтобы ответить на 20 вопросов, блядь, а ошибку одну совершишь, тебе еще, блядь, 5 вопросов добавят. Это же пиндец. Я вот прохожу на телефоне, да, вот у меня ПДД 23 года все установлено. Я когда первый раз начала проходить, ну, билеты решать, я делала там, допустим, ну, 3 ошибки в одном билете, там, 4, но это для первого раза, я думаю, хорошо. Ну, а с другой стороны, блядь, надо сделать так, чтобы вообще ни одной ошибки не было. Привет, Рыжуха, привет. Привет, красавица из Франции, ты очень красивая, милая девушка. Спасибо. Автомат, механика, автомат. Ну, а смысл мне на механику учиться, если я за нее даже не собираюсь садиться? Сразу на автомат пошла учиться. Категория Б. Рука поднята вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев предусмотренных пунктов 6.14 правил. Рыжик, привет, моя дорогая. Темка, привет. Что с губами? Все, вот, блядь, заметит. Ничего. Так, а где это в России? Город Братск, Иркутская область. Так, регулировщик может подавать жестами и другие сигналы, поднятые. Так, понятые водителям и пешеходам. Для лучшей видимости сигналов регулировщик может поменять жезл или диск с красным сигналом, световозвращателем. Пойми, надо не только учить, надо просто понимать, только так представлять это виртуально. Я, допустим, когда еду, да, там на такси, я уже, знаешь, визуально представляю, как будто это я еду. Я вот смотрю на эти знаки все по зеркалам, допустим, где уступить. Я стараюсь каждое правило полностью разобрать вообще по полочкам. Я запомнила, блядь, главная дорога, уступи, уступи дорогу, потом помеха справа. На кольце, вот я вот визуально даже понимаю, как ехать. Там же, получается, ближе к кольцу, которое едешь, и еще вот так. Главная помеха справа. Так, я в семнадцатом году пересдавала, с третьего раза получилось только пересдать. Вот. Самое главное, согласен. Блин, да, все, кто, вот я вот сколько вот, да, вот с ребятами разговариваю, многие. Первые полгода все, пока вот по-русски говоря, придрочишься ко всему этому. Потом, со временем, все лучше и лучше будет. Да, где-то, возможно, и затупить. С кем не бывает, правильно? И главное, тормозить вовремя. Педали, главное, блядь, еще не путать. Я помню, я один раз, вот честно, от того, что мне он говорит, тормози, и я просто немножко педали перепутала. Не то, что перепутала, я, блядь, на газ нажала. Ногу с газа не убрала. И не переставила на этот, как его. Я во Франции сдал с первого раза. Это очень просто есть диски. Получить месяц и все. Ну, я, вот, пока по книжке. Экзаменационные билеты у меня и на телефоне, и плюс в бумажном носителе, да, вот я их решаю. Плюсом, если мне что-то непонятно, допустим, и паника на дороге плохой, товарищ. Это я знаю. Поэтому я, да, когда первый раз садишься за руль, естественно, паника в любом случае будет. Потому что ты еще не знаешь толком вот этих правил дорожного движения. А у нас вообще сразу же посадили нас за руль. Я говорю, а почему именно сейчас? Мы только два урока провели. Я говорю, нас за руль посадили. А что, говорит, время терять? Я говорю, так я правила не знаю. Он говорит, я буду подсказывать. И для первого раза он мне сказал, говорит, откатала на пятерку. С небольшим минусом. Поворотники не забывала там включать, допустим, да. Но у меня проблема в том, что, а ты расслабься и не переживай. Нет, я в расслабленном виде все ехала. Но вот у меня... Мы когда едем, да, вот по своей полосе я еду. И я все равно каким-то образом немножко смещаюсь вправо к обочине. Он говорит, едь по своей полосе. Я вроде бы еду и все равно как-то... Вот я не знаю, почему меня, блядь, вот клонит, блядь, в эту к обочине. Он, Ира, едь по своей полосе. Вот за этим следить надо. Ну, естественно, как по зеркалам все равно смотрю, там это, тет-тет-тет. А то машина может быть... О, ладно. Ну вот когда... Сейчас скажу, что в пятницу, да, урок был? В пятницу. Мы чуть в аварию не попали. Если тянет. Нет, не поломано. Это просто я сама это рулем. Мы, короче, я ехала в деревню. Получается, заказала машину грузоперевозки. Мне там надо было забрать определенные вещи от родителей. И ехали туда. Попали в занос. Блядь, я даже и не поняла, как это получилось. Если тянет. И все, и, короче, у нас как начало вот так крутить. Я думаю, у меня вся жизнь перед глазами пробежала. Сам факт то, что, понимаешь, мы вылетели навстречу, где летел этот какой-то лесовозник гружок. Отече todas как фикси.